трудно нам это давалось ребята мы уезжаем из крыма в дорогу с собой мы взяли только необходимые вещи на первое время машина под завязку вы сами видите но может целый мост усиленно охраняется охраняется он как суши так из воды самое интересное что нас пытались обмануть купили шайбу адыгейского сыра вышла на сколько стали всем привет наши дорогие любители крыма сегодня мы вынуждены покинуть наш дорогой и горячо любимый крым это решение далось нам нелегко мы долго думали над этим решением и все-таки приняли это решение до три раза решения но трудно нам это давалось ребята мы уезжаем из крыма в дорогу с собой мы взяли только необходимые вещи на первое время машина под завязку вы сами видите вот так примерно все это выглядит и рачка когда увидела что мы загрузили она была получилась много но это только на первое время куда мы направимся и почему мы уезжаем из крыма вы узнаете немножко позже так Субтитры сделал DimaTorzok Сначала о том, почему мы решили покинуть Крым. Над этим решением я начал думать еще с зимы этого года. Думал я долго, очень долго, но начал думать как раз тогда, когда узнал, когда Ири дадут отпуск. Отпуск Ири дали на конец мая, начало июня. Отпуск мы всегда проводим вместе. И действительно получилось так тяжело, а мне пришлось подгонять свой рабочий график под отпуск. Было очень много задумок, куда поехать, но ТОП выиграл Кавказ. Ребята, мы ездим на Кавказ уже много лет. Мы любим эти прекрасные, великолепные места. И сейчас мы уезжаем не навсегда из Крыма. Мы уезжаем на Кавказ свой отпуск. Будем ездить, смотреть новые места, снимать все для вас. Вы же все будете это смотреть. В данный момент мы едем по трассе до Вреда. Мы еще не доехали до Крымского моста. А едем навстречу горам, приключениям, новым местам. Вкусной еде, адыгейскому сыру, осетинским пирогам. И просто за новыми, прекрасными впечатлениями. Ребята, просто это великолепно. Так что оставайтесь на нашем канале. Никуда не переключайтесь. Мчим. Только что проехали пункт досмотра транспорта. Два раза нас, когда мы ездили на Кавказ в прошлом и позапрошлом году, заворачивали для досмотра. Ничего серьезного не проверяли. Посмотрели личные вещи. Был вопрос, как всегда, запрещенные предметы. Ну, мы же ничего не возим запрещенного. В этот раз нас не остановили. На посту повышенные меры безопасности. Очень много сотрудников ДПС, сотрудники Росгвардии. Ну, как-то так. Вы сами понимаете, какая обстановка. Но в Крыму все тихо и спокойно. Все, в принципе, нормально. На многие мои видео писали люди с Украины, которые злобные люди. Не те добрые украинцы, а именно злобные, которые не любят Крым, крымчан, которые не любят Россию. Они мне писали, что все туристы, которые приедут в Крым по Крымскому мосту, могут стать заложниками ситуации, что мост взорвут, что мост будет взорван. В данный момент мы едем по Крымскому мосту. Еще подарки мы, конечно, не заехали. Но мост целый. Мост усиленно охраняется. Сохраняется он как сушит, так и с воды. Так что всем могу сказать, украинствующим, злобным людям, не пишите больше, какую фигню, ребята. Это фигня, это ваш бред. Это желаемые мысли, которые вы хотите выдать за действительность. И вот уже арки Крымского моста. Движение через них есть нормальное. Мост в целостности, в сохранности. И как я говорю, мост охраняется сушим из воды. И все вот эти вот мысли. Ну, это полный бред, ребятки. Вот они, арочки. Мы едем, все нормально, все спокойно. В Крыму все тихо, все прекрасно. И несмотря на то, что мы, сырые, уезжаем из Крыма, вы приезжаете, Крым ждет всех нормальных людей. Крым готов принять туристов на отдых. И туристы нужны Крыму. Мы уже пересекли Крымский мост и находимся на заправке Лукойл, на первой заправке Лукойл на материке. Раньше в наших видео, когда мы ездили на Кавказ, вы видели, что мы останавливались, брали кофе, какие-то гамбургеры. Но сегодня мы делать этого не будем. Почему же мы не будем покупать ничего в KFC? Ребятки, у нас с собой есть кофеек. Дома мы заварили в термос. Также есть булочки. И Ира решила выпить кофе со сливками. Кружечки. Мне полную кружечку. Я большой, мне полную. Вам бутерброды еще? Не, не надо бутерброды. Попьем кофе, ребята, и двинем дальше. Почему же мы решили не покупать себе ничего? Ну, начнем с того, что сейчас ситуация такая, что денег у всех немного. Включили мы режим экономии. Возможно, где-то будем даже ночевать в палатке. Набрали с собой продуктов различных. Будем по минимуму тратить деньги. Больше деньги пускать на топливо, чтобы больше объехать. И хочу обратиться по этому поводу к вам, дорогие наши зрители и подписчики. Просьба огромная. Поддержите наш канал не только просмотрами, лайками и комментариями. Поддержите наш канал еще рублем. Все, кто, конечно, может и желает, это все на добровольной основе. Мы ничего не требуем, никого к этому не принуждаем. Все ваши донаты, вся ваша материальная помощь пойдет только на топливо, чтобы мы заправили свой автомобиль и больше проехали. И больше для вас, конечно же, сняли интересных видео. Заранее спасибо. Заранее всем спасибо, кто решится на этот ответственный шаг в наше нелегкое время. Потому что сейчас лето, сезон отпусков. Многие собирают деньги на отпуск, на приобретение какой-то новой техники. Деньги сейчас нужны всем. Так что еще раз заранее всем огромное спасибо. Мы пьем кофе и двигаемся дальше. Ребята, а теперь мы наблюдаем уникальный контент. Ира нам бронирует жилье. Мы уже находимся на Кубани. Переехали через Крымский мост. Как мы раньше говорили, что жилье мы сюда бронируем с колес. Потому что так удобнее. Мы не знаем, где мы окажемся на следующий день. Едем мы в данный момент в Адыгею. Первая остановка это будет Адыгея. И Ирочка сейчас сидит и ищет жилье. Сейчас найдет варианты, будет обзванивать и бронировать. В принципе всем рекомендуем, кто путешествует, кто не сидит на одном месте. Вот так вот неделю, 10 дней бронировать жилье не заранее, а бронировать с колес. Конечно дома нужно подыскать кое-какие варианты для своего отпуска. В одном, в другом месте. А потом в пути все это обзванивать, договариваться с владельцами отелей. И я считаю, так можно даже выторговать небольшую скидочку. Пару слов о дорогах на Кубани. Идет строительство новой автодороги 4-х полоска, которая ведет со стороны Кубани на Крымский мост. Раньше здесь была двухполосная дорога. В прошлом году мы конечно ездили и все вам показывали, рассказывали. Но строительство этой дороги пока продолжается. Масштабы дорожного строительства на Кубани конечно же поражают. Работы масштабные тут делаются как дорога, так делаются и различные путепроводы. Вот смотрите, выходной день. Люди работают, техника работает, техники достаточно много. Даже задействованы вот такие вот самосвалы, которые похожи на карьерные самосвалы Вольфа. Ну вообще конечно крутяк, ребята. Да, я понимаю, что строительство дорог создает трудность для движения на своем личном транспорте. Также на автобусах и для грузового транспорта. Но когда строятся дороги, без этого, к большому сожалению, ребятки, вы понимаете, никак. Я помню время, когда строилась трасса Даврида. Ну действительно тоже были неудобства. Зато сейчас прекрасно лететь по Давриде. И также будет великолепно ехать по этой четырехполоске, которая здесь, я уверен, скоро будет. Едем по Кубани и очень много продают клубники, горох. И самое удивительное, ребята, продают арбузы. Но, честно говоря, мы не спрашивали цену на клубнику. В Симферополе последняя цена на клубнику была в последние дни 150-200 рублей. Жду от вас комментариев, почем в ваших регионах клубника. Здесь на Кубани очень много выращивают клубники. Целое хозяйство, целый совхоз, по-моему, есть по выращиванию клубники. Зелено, все зелено. Поля засеяны. Ну и, конечно же, дорога здесь двухполоская. Потому что мы идем второстепенными дорогами. Стараемся как-то сокращать себе путь, время в пути. Трафик очень сильный. Очень много фур, грузовиков. Ну, что делать? Кубань живет своей жизнью. Продукты, товары возятся туда-сюда. Что-то везут в Крым, что-то везут из Крыма. Ну, сами видите, классно. Солнышко светит в данный момент за бортом автомобиля. Температура плюс 23 градуса. Теплеет, потому что в Крыму были совсем недавно дожди. Было прохладно. И все уже ходили и думали, когда же наступит лето, когда же наступит лето. Честно говоря, думали, что июнь будет холодный, дождливый. Но погода постепенно налаживается. Въезжаем в поселок Коржевский. И здесь на въезде авария. Значит, МЧС, пожарная, куча людей, туристический автобус. А с кем? Что авария? Ребята, непонятно как-то. Да вот никаких машин вроде бы нет. Один автобус. Ну, а вот такая авария. То есть как-то так. Пожалуйста, при движении. И в любое время года, в любом месте, будь то город, будь то трасса, соблюдайте скоростной режим. Не передвигайтесь на автомобиле, если вы не выспались, если вы чувствуете усталость. Ребятки, боже упаси всех от каких-то аварий, от каких-то бед. Мы решили остановиться в возле небольшой ярмарки, прямо возле дороги. И посмотрим цены на клубнику и на все остальное. И вот, ребята, арбузы. Значит, вот такие вот арбузики. Для нового урожая как-то рановато. Что здесь продают? Очень много продают орехов. Лук различный. Вот, похожий на наш крымский лук. Картошечка. И самое интересное, клубника. А почем клубничка? Добрый день. На вес 230 рублей килограмм. Лукошка 150 рублей. А в лукошке сколько? 600 грамм. Вот такая лукошка 600 грамм 150 и на вес 230 рублей. А арбузики почем ваши, подскажите? Арбузик 70 рублей. 70 рублей. Это с того года остались, да? Нет. Нет? Для этого урожая рановато вроде бы как-то еще. Нормально. Нормально, да? Смотря где выращивали. А, понял. Так что же есть разница? Спасибо. Самое интересное, что нас пытались обмануть. Ребята, мы ехали по дороге. Значит, была такая вывеска красивая. За мостом ярмарка клубника по 150. Так, я думаю, 150 килограмм клубники. Возьму клубничкой, немножко затарюсь, подтарюсь. Потому что клубнику нужно есть 7. Да, Ирочка? Я ее не люблю. Да, Ира ее не любит. Она ест там ягодку 2. Хотя это очень зря. Но видите, как обманывают людей, ребята? Вот на таких ярмарках вас могут обмануть, сделать красивую вывеску. 150 оказывается кило 230. А 150 всего лишь 600 грамм лоточек. Лоточек. Вот так вот. Приготовьтесь через 50 метров. Контроль скорости 60 километров в час. Возьмите правее. Въехали в город Краснодар. Здесь, конечно же, ребята. Ну, честно говоря, после трассы жопа полная. Каждый из вас, кто ездил за рулем, знает, по трассе идешь нормально, 90-100, где-то там, может быть, чуть больше, если позволяет скоростной режим. И упираешься в большой город, в мегаполис. И тут, конечно же, пробки. Ой, не получается у нас объехать Краснодар. Приходится ехать через него. Здесь есть обездная. Ну, обездная какая-то может быть есть, я не знаю, ребята. Мы едем по навигатору. Мы не местные. Краснодар закончился, и мы уже въехали в Адыгее. Ура! Как я говорю, Адыгее это первая часть нашего маршрута в нашем путешествии. Трафик здесь очень сильный. Через город мы проезжали порядка часа, наверное. Наверное, больше даже. Ну, я думаю, час я точно не засекал. Плотный трафик в городе. Навигатор нас повел через город. Ну, уже вырвались, и мы уже в Адыгее. Ехали мы, ехали по Адыгее. Потом так вот как-то очутились в Краснодарском крае. Ну, Адыгее, если по карте вы посмотрите, она вот так интересной формы, да, такой вот. То есть, дорога идет сначала по Адыгее, потом по Краснодарскому краю. Сейчас же мы опять въехали в Адыгее, и уже стояла стела Майкоп. То есть, мы уже приближаемся к столице Адыгее, если мне не изменяет память, если я прав, Майкопу. По-моему, да, это столица Адыгея Майкопа. По карте я не смотрел, я так вот, навскидку. Как говорится, я так думаю, правильно, Ирочка? Правильно, правильно, да. Ребята, природа, конечно, здесь шикарнейшая. Камера на 70, 300 метров. Вот, камера на 70, сбрасываем. И на через камеры. Немножечко, да, немножечко сбрасываем. Температура воздуха сейчас, ребята, 28 доходила в Краснодаре до 31. Контроль скорости 70 километров в час. Мы еще ничего не нарушили, мы едем 72. Почему еще? Мы вообще не будем нарушать. Камера на 70, 300 метров. Едем по Адыгее, и классно, красота. Уже начались с предгоря. Да, горы еще не высокие. Это не горы Эльбруса, не горы Дагестана, не горы Осетии. Но все равно классно, ребята, очень классно, очень великолепно. Природа такая разнообразненькая становится. Очень много зелени. Класс. Вот за этим мы, ребята, ездим на Кавказ. Мы уже добрались к цели своего сегодняшнего маршрута. Это поселок Каменомостный в Адыгее. И смотрите, здесь есть вот такой вот памятник, не памятник. Не знаю, как все это назвать. Железный человек. Железный человек, турист России. Кепка ли, бинокля. Ну, классно, ребята, классно. Сейчас мы вместе с нами прогуляемся по самому поселку. Все вам покажем и расскажем. А где мы заселились, мы, конечно, покажем в следующем видео, да? Да, да. Ехали мы, кстати, 9 часов с остановками. И отмотали сегодня 600 километров. Да, такие мы молодцы. Адыгее всегда притягивало туристов из различных регионов России. И даже, не побоюсь сказать, наверное, всего мира. Потому что здесь очень красиво. Здесь прекрасные места. Здесь прекрасные туристические маршруты. И Каменомостный как раз заточен на прием туристов. Здесь очень много гостевых домов. Помимо того, что есть гостевые дома, есть много кафе, столовых, магниты, пятерочки. Небольшие рыночки. Давайте пробежимся по этому рыночку и все вам покажем. На этом рыночке возле магазина Магнит продают различные вязаные вещи. Также продают вот такие вот папахи. Белые пушистые. Вот таких вот зайцев, кроликов продают. Смотрите, с большими ушами. Подушки. Да, это подушка такая. Котики подушки, тапочки. Также кубанки продают. Добрый день. Добрый день. Есть за 1300, есть за 2,5. А папахи? Тысяча рублей папаха. Классно. Хорошие цены. А вот жилетки, кстати, интересовался. Папа интересовался. 3,5. 3,5, да? Жилетки по 3,5. Ну, также есть различные женские вот такие вот жилетки со смехом. Смотрите, выбор очень огромный. Огромный выбор. Тут же есть различные кафешки, где продают сырые. Ребята, вот они, адыгейские сыры. Девушка, а 400 за шайбочку, да? Да. За шайбочку. А сколько там? 600 грамм. 600 грамм. Ну и вот такие сыры в специях, да? Это специях сыр, да? Да, да, да. Ой, классно вообще. Мяшки, мяшки. Ну, то есть все. И также есть копченые сыры. Прошли на другую сторону. И смотрите, какой выбор копченых сыров. А вы не представляете, как здесь пахнет вообще. У меня, да, вот слюни бегут, бегут, бегут. Слюни бегут. Надо обязательно что-то купить. На братом пути. Да, мы очень победители фестиваля. Ух ты. Это вообще. Класс. Запомните это лицо в каменомостном. Приходите сюда. Мы, конечно, попробуем сыр. Конечно. И если он будет очень вкусный, мы порекомендуем. Также здесь продают различные специи. Чурчхелу. Вот такие подарочные пакетики, упаковочки со специями. Ну, ларек это мед сверху. Да, и написано мед. Вот ларек мед. А здесь продают мед и специи. Ваш товар. Расскажите, пожалуйста, откуда ваш мед? Мед местный, горный мед. Здесь каштан. Я смотрю, разные локации. Разный мед. Хорошо, что здесь нарисованы, написаны ценники. Ценник, да. Вот такая баночка, это липа, да? За 430, да, полкило. Да, уже полкило. За 430. Ой, да. Заодно попробуем. Заодно попробуем. А черчхела, почем ваше? 100 рублей. 100 рублей косичка. За какие? Специи, я смотрю, 250, ребята, вот. Назобрасно. А вот такая упаковочка почем? Такая? Да. 150. 150. Такая 150 штук. Классно вообще. На все случаи жизни. Вот такие 150, 100 рублей. Есть такие специи, есть такие же соли. Великолепные цены, ребята. Если вы будете в Адыгее, конечно, нужно привезти с собой какой-нибудь сувенирчик. Вот ручная работа, смотрите. Это глина, да? Да, бажонная глина, дело все же надо. А котики есть? Вот котик, котик, да? Котик вот такой сейчас. Свистулька, свистулька. Это Вика любит котики. Вот кошечка. Кошечка. А какой цену кошечка ваша? Кошечка 200. 200 рублей вот такая кошечка. А немножко она, это что, подожженная или что? Это больше температура. Она не брак, это просто температура больше с этой стороны была. А равномерная нет, чтобы красиво-красиво была? Разве это плохо, да наоборот даже хорошо. Видно, что ручной, да? Конечно. Давай возьмем, кошечка. И здесь продается клубника, 150 рублей за 600 грамм лукошка. Цена, по сравнению с тем, что мы сегодня пока ехали сюда, видели, это очень хорошая цена. Клубничка домашняя, свежая. А ну сейчас понюхаем. Моя, пахнет клубникой. Классно, ребятки. Я себе обязательно сегодня возьму клубники в лукошка. Что еще есть? Есть здесь форель, я вижу. Грудинка. Можно пробовать. Можно пробовать, да? А если покупать не буду, тоже можно пробовать, да? Да, там все написано, впереди. Ребятки, вкусно. Вкусная грудинка. Запоминаем, приходим, покупаем. Да, да, да. У меня кормят уже. Вкусно? Это Кавказ. Вкусно? Ну тогда мы коллеги с вами. У нас тоже YouTube канал. Тоже YouTube канал по грудинке, да? Да, вон внизу хорошая жизнь. Ух ты, ребятки. YouTube, Яндекс. Кому интересно, смотрите YouTube, хорошая жизнь, Рутуб и Яндекс.Зен. Да, все дела. Вот, дегустация бесплатная. Ёлки, вообще классно. Наливаем бесплатно. Наливаю тоже бесплатно. Вообще. Надапать вам. Правда, классные сувениры. Все дают попробовать. Накормят. Мы стояли, пока общались, где-то минут 10-15. Говорят, что зря стоишь. Говорят, кушай, пробуй, наедайся. То есть люди очень приветливые. И вот за самим магазином Магнит, чуть подальше от основного рынка, есть небольшой павильон, где сувениры ручной работы. Это именно сувениры из дерева. Резьба по дереву. Ну, это для детей. Добрый день. Привезти подарок любимой мамочке, бабушке, доски раздевочные. А из какого дерева есть? Разное дерево. Сколько написано, ребята? Сколько? 200 рублей. 200 рублей, ребятки. Очень много сувениров и все это ручная работа. Адыгея – это родина адыгейских сыров. Ребята, я вам говорил, что мы едем к адыгейскому сыру. И вот смотрите, еще один прилавок домашний сыр адыгейский. Ну, видно, что они домашние, действительно видно. Классно. А цена? Адыгейский сыр, копченый, килограмм 600 рублей. Косички по 100 рублей. Это за шкупу косички. Адыгейский белый, 400 рублей килограмм. Можно мне адыгейского? А пробовать даете? Да, даем. Вот такая шайбочка на сколько затянет? Такая шайка стоит... Не, вот-вот ниже. Белый. Там шайба 400, по-моему, даже. Ну, 300 рублей. 300 рублей, да? Купили шайбу адыгейского сыра. Вышло оно сколько, вы сказали? 500 рублей. А вес какой? Больше килограмма вес. Здесь больше килограмма. Дали попробовать три вида сыров. Я выбрал вот один. Значит, домашние сыры адыгеи. Вот, прекрасная, улыбчивая хозяйка. И что самое интересное, ребята, кто желает купить сыр, и не только купить, а посмотреть, как его делают, мастер-классы, приходите сюда, здесь уточняете время, наверное, да? И вы возите или приезжают люди? Возите. Вас везут на сыроварню, показывают мастер-классы, так что обращайтесь. От магнита переходите через дорогу, вот домашние сыры адыгеи. И вот номер телефона, ребятки. Вот такой номерочек. Звоните. И даже адыгейские пироги. Я уже говорил, что адыгея всегда притягивала. И до сих пор притягивает туристов. Что же можно здесь, как себя развлечь здесь, в адыгее, именно в каменомостном? Что у нас есть? Есть мастерская рафтинга, можно сплавиться по реке Белая. Если вы любите экстрим, конечно, сплавляться нужно ранее весной, когда Белая бурная. Сейчас летом она не такая бурная, но получите, уверен, массу удовольствий. Также есть экстрим парк, мешока или мешоко, не знаю, как правильно. Но небольшой экстрим парк. Что же еще здесь есть? Ира, ты знаешь, что еще здесь есть? Я есть. Ира здесь есть. Ребята, и мы находимся на парковке возле Хаджокской Теснины. Вход в Теснину или на Теснину платный. Есть касса. Вот эта парковка для посетителей Теснины, она бесплатная. Как для других, я не знаю, конечно. Ну, вот небольшая такая зона отдыха. Здесь фонтанчик есть. Шашлычная. Шашлычная есть. Шашлычная есть, да. Машлык-машлык. Можно рафтинг заказать вот здесь вот прямо на джипе экскурсии, посидеть в беседочке. Ну и давайте, ух ты, пушка, за родину. Кафе Теснина, насколько я понимаю. И давайте кассы вход на саму Теснину. А я уже вижу, вход детский 200, взрослый 500 рубасов. Люблю хаджокскую Теснину с мишкой с таким. Там, говорят, живет живой медведь. И не один. Да, не один. Ну вот, ребят, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, вот такие вот цены на вход на Теснину. Там есть свой зоопарк, очень много сувениров различных. Ну, такое, туристическое место. Кому интересно, обязательно посетите. Вот и заканчивается наш первый день, первый день путешествия. Да, конечно, есть усталость, не такая сильная, как раньше. Немножко устали, так немножко меня подкачивает, потому что все-таки, ребятки, 9 часов за рулем. Ну, напряжно. Но настроение зато внутри суперское. Суперское настроение. Ребятки, сегодня видео посмотрели. Будет еще много видео с Кавказа. Будем снимать все для вас. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на канал, все новые зрители. Лайки. Лайки, пальчики, комментарии обязательно. Сталокольчики. На завтра мы уже все спланировали маршрут. Как я сказал, завтра будем ездить здесь по окрестностям и все вам показывать и покажем жилье, где мы остановились. Бюджетка. Честно говорю, сразу говорю, бюджетка. Мы экономим. Кому интересно бюджетка, смотрите. Все, всем пока и до встречи в новых выпусках. Пока.